Первая серия второго сезона сериала «Ведьмак» от Netflix – адаптация рассказа «Крупица истины». Удалось ли создателям сериала повторить книжный оригинал? Вы узнаете это прямо сейчас в моем детальном сравнении книжного оригинала и сериала от Netflix. С вами Найтмар, поехали! Рассказ «Крупица истины» начинается с путешествия Геральта. Это второй по счету полноценный рассказ в книге, если не считать глаз рассудка, который по частям появляется в течение всей книги «Последнее желание». И так как, можно сказать, это самое начало истории Геральта, в этом рассказе он постепенно начинает раскрываться как персонаж и как личность. Например, во время своего путешествия по лесу Геральт довольно много разговаривает с платвой. «Накинем пару верст, платвичка», – сказал ведьмак. «Сойдем с тракта. Сдается, пташки кружат не без причины». Кобыла, само собой, не ответила, но двинулась с места, послушная привычному голосу. «Кто знает, может, там лось валяется», – сказал Геральт. «А может, и не лось. Кто знает». Этим самым Сапковский как бы знакомит нас с Геральтом, раскрывает его характер, показывает, как он ведет себя в путешествии, о чем он думает, чем он вообще занимается. Потому что первый рассказ «Ведьмак», который повествовал нам о том, как Геральт расколдовывал принцессу Аду, этого особо не описывал. И там мы видели Геральта именно в работе. Что происходит в начале адаптации «Крупица истины» в сериале от Netflix? Все это я даже не вижу смысла как-то описывать, и никакому сравнению с оригинальным рассказом это не подлежит. Все это от себя киносценаристов никак с книгами не связаны. Там мы видим лишь Тесаю, ноющую по Йеннифер, их встречу с Геральтом, который спрашивает у нее, что случилось, жива ли Йеннифер, где она. От Тесая Генри Кавилл узнал, что Йеннифер погибла, построил суровые и страшные рожи, посмотрел своими косыми желтыми глазами в разные стороны и пошел обратно к Цире. Появление которой в адаптации рассказа «Крупица истины» у меня вызывает очень много вопросов. Хотя на самом деле нет, я знаю, почему она там появилась. Дело в том, что создатели сериала, наученные опытом первого сезона, поняли, что никто ничего не понимает, таймлайн скачет туда-сюда, новые зрители вообще не вдупляют, что происходит, фанаты книг немножко вдупляют, но тоже задают вопрос, почему ничего не объясняется, почему вообще какая-то каша происходит с таймлайном. И после всего этого создатели сериала решили не делить вообще никак второй сезон на какие-то таймлайны и показывать все единым цельным сюжетом, происходящим лишь в одном таймлайне. Но на кой тогда было вообще адаптировать «Крупицу истины» — это загадка для меня. Продолжали бы уже пилить тогда свой единый сюжет, который уже очень далеко ушел от книг, но нет, они решили сделать адаптацию «Крупицы истины» и после первой серии, после этой самой адаптации, отойти от книг вообще. Что же происходит дальше в книгах? Геральт находит два трупа — труп взрослого мужчины и молодой женщины. С этого момента начинается детективная часть рассказа. Геральт начинает проводить свое расследование. По «Медному кольцу» на трупе мужчины он определяет, что он принадлежит к цеху оружейников. И также особое внимание нужно обратить на розу, приколотую к платью женщины, а именно на необычный цвет роз — темно-голубой. И перевернув тело женщины на спину, Геральт обнаружил у нее на шее четко отпечатанные следы зубов — не волчьих. В этот момент Геральт понимает, что смерть их была явно насильственной и убила их точно не какое-то животное. Ведьмак осторожно попятился к лошади. Не отрывая взгляда от опушки леса, забрался в седло. Дважды объехал поляну. Наклонившись, внимательно рассматривал землю, то и дело оглядываясь. Далее Геральт размышляет и пытается понять, кто же все-таки мог убить путников, но пока никаких версий у него нет. И тут что-то начинает происходить с плотвой. Она начинает паниковать. И это очень важный для сюжета данного рассказа момент. Геральт натыкается на какой-то забор, который впоследствии оказывается забором дома Нивелина. И вдруг ловит на себя взгляд какой-то непонятной женщины, которая стоит далеко в лесу. Это непонятное существо, которое точно было не человеком, убегает в лес. Геральт, продолжая успокаивать плотву, двигается вдоль забора, пока не натыкается на ворота. Протягивает руку, чтобы их открыть, и ворота резко распахиваются сами собой. Геральт отскакивает от неожиданности. Во дворе все еще никого нет. Ведьмак заходит, ведет с собой плотву, потом привязывает ее и оставляет, продолжает идти уже сам. Мы чувствуем все это напряжение во время прочтения рассказа, потому что непонятно, что вообще происходит. И тут Геральт натыкается на куст роз необычного цвета. Темно-голубого. О том, что произошло дальше, мы с вами поговорим чуть позже, а пока вернемся к сериалу от Netflix. Сериальный Геральт тоже прет куда-то по лесу, но теперь уже с Цири. Она спрашивает, кто такая Йеннифер. Они останавливаются на ночлег, Цири снова снятся плохие сны, она просыпается, они вместе с Генри Кавиллом начинаются мериться, у кого кошмары кошмарнее. Потом Геральт рассказывает Цири, откуда он ее знает, рассказывает ей вкратце историю с Паветой, что для меня вообще полнейший фейспаум, потому что как можно было настолько просрать самую интересную ветку в начале первых книг, а именно связь Цири и Геральта. Как все это было интересно показано в книгах, как они снова с Цири сталкивались, как действительно раскрывалось предназначение, и то, что показали в сериале, это, конечно, просто было вообще ни о чем. Ну и куда же без пафосной фразы, вырванной из контекста книг «Я твое предназначение?» «Нет, Цирилла, ты нечто большее». Здесь, конечно, это звучит смешно и не очень уместно, в отличие от момента, который был в книгах с этой фразой. Другие сюжетные линии в этой серии мы даже обсуждать не будем, они нас вообще не интересуют, нас интересует только адаптация рассказа «Крупица истины». Далее Геральт и Цири снова продолжают свое путешествие, Геральт рассказывает Цири, что такое Каэр Морхен, зачем он туда ее везет. И тут Геральт, прям как в книгах, натыкается на труп, только на труп оленя. Геральт, как и в книгах, успокаивает разбушевавшуюся платву Аксием, а то, что происходит дальше, вообще никакому логическому объяснению не поддается. Далее Геральт подгоняет платву, они снова куда-то несутся, причем несутся столько времени, что успевает стемнеть и уже опять ночь. Находит какое-то заброшенное поселение, насколько я понимаю, это таверна, и там почему-то никого нет, не лают собаки, не горит свет, они решают, что что-то здесь не так, и отправляются, как сказал Геральт, к какому-то старому знакомому. Как вы понимаете, ничего близко похожего на какое-то расследование, которое было в книгах, здесь не будет. Они вместе с Цири заезжают на платве во двор усадьбы Нивелина, Геральт слезает с платвы, чуть-чуть проходит вперед, почему-то начинают хлопать ставни окон, ворота захлопываются, хлопают двери. И вернемся к книгам. После того, как Геральт обнаружил этот самый куст с голубыми розами, резко захлопнулись все двери и ставни окон, Геральт поднял голову и увидел, как на него несется здоровое чудовище. Хочу напомнить вам, что Геральт из Ривии был ведьмаком, с очень классной и быстрой реакцией. Правая рука ведьмака мгновенно взвилась над правым плечом, в тот же миг левая рванула ремень на груди и рука от меча сама скользнула в руку. Клинок с шипением выскочил из ножен, описал короткий огненный полукруг и замер, уставившись концом на мчащуюся бестию. Увидев меч, чудище резко остановилось. Как же все это выглядело в сериале, я комментировать не хочу, просто смотрите сами. Геральт! Вообще, сериальный Геральт это какое-то очень странное существо. В некоторых сериях он рубит всех направо и налево, скачет, летает, кастует Игни на меч, поджигая его, как берег Дондарин из Игры Престолов. А в некоторых же сериях, как например в той же битве со Стрыгой, Геральт это просто какой-то бесполезный мешок с мясом, которого пинают, он летает туда-сюда, бьется головой и спиной об все стенные потолки и ничего сделать не может. И то, что происходит дальше, это самая интересная фишка данного рассказа, потому что диалоги между Геральтом и Нивелином это просто шедевр. Геральт подозревает Нивелина в убийстве тех путников, потому что он чудовище, и Геральт нашел у него во дворе куст с голубыми розами. Нивелин же подозревает Геральта, точнее не подозревает, а просто боится, потому что это какой-то странный человек со странной ухмылкой, который по каким-то причинам Нивелина не боится, а впоследствии Нивелин вообще узнает, что Геральт ведьмак, который занимается убийством чудовищ. Подробно описывать все диалоги я не буду, их лучше почитать самостоятельно, если вы не читали книги. Но если вкратце, Нивелин спрашивает, кто такой Геральт, что он здесь вообще забыл, Геральт говорит, что он просто заплутал, просит у Нивелина воды, и Нивелин приглашает Геральта к себе домой за стол. Как же выглядит встреча Геральта и Нивелина в сериале? По какой-то абсолютно непонятной для меня причине, создатели сериала решили сделать так, что Геральт и Нивелин давние друзья, как уже сообщалось в прошлом. Зачем они так сделали, я абсолютно не понимаю, потому что этим самым они все вот это напряжение в диалогах между Геральтом и Нивелином просто свели на нет. Ну и что касается внешнего вида Нивелина, вот этих кабаньих бивней, которые ему добавили в сериале, в книгах у него, разумеется, не было. Возвращаемся к книгам. Как я уже сказал, Нивелин пригласил Геральта домой. Нивелин показывает Геральту свои магические способности, он умеет управлять домом. Как он сам говорит, это мелочь. Умею наколдовать жратву, выпивку, одежду, чистую постель, горячую воду, мыло. Любая баба сумеет и без колдовства. Отворяю и запираю окна и двери, разжигаю огонь. Ничего особенного. Нивелин замечает у Геральта на шее ведьмачий медальон и просит посмотреть. Геральт специально разрешает ему взять его в руку, так как он продолжает свое расследование. Этим самым он убедился, что Нивелин не чудище, а человек, которого сглазили. Потому что, как позже, ведьмак скажет Нивелину, ни одно чудище не сможет есть из серебряной тарелки и уж тем более взять в руки его медальон. Они садятся за стол, Нивелин наколдовывает еду и напитки, они приступают к еде и продолжают свой разговор. Вернемся к сериалу. Нивелин вместе с Цири и Геральтом проходит в дом. Нивелин предлагает Цири принять ванну, сам уходит с Геральтом дальше. Показывает ему свои магические способности. Никакого напряжения между этими персонажами нет. Да и сам Нивелин в плане характера не очень похож на оригинал из книг. Книжный Нивелин суровый и жесткий, хотя он тоже часто шутит. В нем есть какая-то харизма и изюминка. Сериальный Нивелин скорее какой-то нелепый и смешной. Он не вызывает никакого опасения и вообще на чудовище не похож, в отличие от книжной версии. Хоть Нивелин и не был чудовищем, но он пытался создать о себе такое впечатление. Тут же нам в первый раз показывают Вериену, которая наблюдала за Цири. Цири в новом платье приходит к Нивелину и Геральту и садится к ним за стол. Судя по реакции Нивелина, платье на самом деле принадлежало Вериене. Сейчас мы снова возвращаемся к книгам. Нивелин продолжает рассказывать Ведьмаку о своих способностях и демонстрирует некоторые из них. Далее Нивелин указывает Геральту на свой портрет, висящий на стене. Ведьмак без труда может разглядеть портрет, что очень сильно удивляет Нивелина, так как ни один человек не смог бы увидеть его в такой темноте. Между ними завязывается весьма интересный диалог, в ходе которого Нивелин узнает, кто же такой Геральт. Геральт, придерживая большим пальцем оловянную крышку графина, налил себе вина. Отхлебнул, откинулся на спинку стула. Он глядел на чудище, ухмыляясь. И ухмылка была исключительно паскудной. В ходе дальнейшего разговора Нивелин понимает, что Геральт не собирается его убивать. Ведьмак говорит Нивелину, что того сглазили, и что сглаз обычно можно снять. Но для начала Геральту нужно понять, кто и как его сглазил. В сериале же все происходит иначе. Нивелин рассказывает Цири о своей первой встрече с Геральтом. Рассказывает про какую-то Виверну, от которой его спас Геральт. В общем, никакого напряжения, которое было в книгах между этими двумя персонажами, абсолютно нет. Далее Геральт просто просит рассказать Нивелина о том, как же его прокляли. История, которую поведал Нивелин Геральту, что в книгах, что в сериале, в принципе, практически одинаковая. Только в сериале Нивелин не сказал Геральту о том, что прокляли его именно, когда он пытался изнасиловать жрицу в храме. А вот то, что было после проклятия, это уже совсем другая история. Нивелин очень подробно рассказал Геральту всю свою историю, все, что было после этого проклятия. Нивелин слышал, что красивые девушки могут превратить лягушку в принца или наоборот, и подумал, что в этой брехне есть крупица истины. И так разные путники стали приводить к Нивелину своих дочерей в обмен на его богатство. Они жили с ним какое-то время, потом возвращались домой и так по кругу, но ничего не происходило, Нивелин как был чудищем, так и остался. Потом ведьмак выясняет, что Нивелин живет не один, так как он видел кое-кого в лесу, и, как он понял, это была русалка. Ведьмак говорит Нивелину, что снять проклятие с него он сейчас не может. Нивелин заверял Геральта, что он никого не убивает, что ничего плохого он вообще не делает, и спрашивает у Геральта, видел ли он купца и его дочку, так как они приезжали к нему несколько дней назад, он не подавал признаков жизни, они сорвали розу с его клумбы и уехали. На этом их разговор заканчивается, и Геральт уезжает. В сериале же разговор идет совсем о другом. Нивелин рассказывает о той самой деревне, которую недавно проезжал Геральт и Цири, в которой почему-то никого не было. Он говорит о том, что там пролетала дикая охота, и поэтому все из этой деревни посваливали. Потом они слышат, что сверху кто-то носится, Нивелин говорит, что это его кошка, которую зовут Вериена. Геральт говорит, что ему нужно осмотреть дом и проверить, все ли здесь безопасно, и куда-то уходит. Далее идут какие-то вообще непонятные разговоры Цири и Нивелина, то про Лару Дорен, то про то, как можно его расколдовать, то еще про что-то. Генри Кавилл, который хотел проверить, все ли безопасно в этом доме, просто свалил на улицу и стоит в обнимку с платвой, что очень логично. Потом Геральт и Нивелин идут бухать и кидать ножи в портрет его отца. Разговор их пересказывать я не буду, потому что никакой ценности для сюжета они несут, и в принципе они не особо интересны, это просто небольшой пересказ всех событий, которые были до этого. Потом Вериена спускается к спящей Цири, между ними завязывается диалог, в ходе которого Вериена говорит, что Геральт чудовище, потому что убивает других чудовищ. Цири говорит, что чудовищ это те, кто делают что-то плохое, Вериена говорит, что люди все делают что-то плохое, поэтому они тоже плохие, короче, все плохие, Вериена на этом уходит. Снова возвращаемся к книгам. После того, как Геральт уехал от Нивелина, прошло уже некоторое время, платва снова начала капризничать, и тут до Геральта дошло, что вообще происходит. Геральт возвращается в дом Нивелина и застает ту самую Бруксу Вериену. Он говорит, что лошади не ошибаются и распознают таких, как она. Все это время платва чувствовала опасность, поэтому вела себя именно так. Геральт узнал, что Вериена была Бруксой, и между ними завязывается бой. В сериале же Геральт просто отправляется в ту самую деревню, находит там несколько трупов, каким-то магическим образом сразу угадывает, что здесь находится Брукса, возвращается к Цири и предупреждает ее, потом идет к Нивелину и находит эту самую Вериену, которая в это время его кушает. Сцены боя в книге и в сериале, конечно, различаются, но в принципе в сериале показаны те же способности Бруксы, которые были у нее в книге. Сам бой, конечно, здесь немного другой, и Геральту еще при этом мешает Цири, которая вообще непонятно зачем и куда лезет. Концовка в сериале практически по канону, очень похожая сцена, за исключением сгорания трупа Вериены, что, зачем? И потом в сериале этот вопрос от Цири. Геральт, зачем? Да действительно. В книгах Нивелин был очень удивлен и, можно сказать, рад тому, что снова стал человеком. В сериале же он ноет и жалуется, говорит, что любил Вериену, что все должно было произойти не так, и в самом конце Нивелин рассказывает, что проклят он был за то, что он изнасиловал жрицу. Геральт и Цири осуждающим взглядом смотрят на него, разворачиваются и уходят. В книгах же Нивелин был Геральту благодарен, они оба были ранены и, поддерживая друг друга, пошли за лекарствами. И в конце между ними состоялся тот самый диалог, который показали в сериале, о том, что любовь должна быть истиной. Как я могу все это подытожить? К сожалению, в адаптации рассказа «Крупица истины» была потеряна его главная фишка, а именно взаимоотношения Геральта и Нивелина, их шедевральные диалоги, детективное расследование Геральта. Все это, к сожалению, в сериале просто упустили. Да, рассказ, в принципе, в общих чертах похож на его книжный оригинал. Особенно на фоне всего остального, что происходит в сериале, можно сказать, это практически канон. Но самое важное и интересное, к сожалению, из него вырезали, добавив абсолютно ненужное, неуместное, и то, что особо не несет никакой ценности для сюжета. Но зато хотя бы этот рассказ не настолько сильно урезали, как, например, тот же «Край света». Обязательно напишите в комментариях, как вам такое детальное сравнение сериального Ведьмака и книжного Ведьмака. Мне будет очень важно получить ваш фидбэк, чтобы понимать, в каком формате мне делать дальнейшие ролики на подобную тему. Главное, напишите мне, пожалуйста, стоит ли мне настолько подробно все это разбирать и сравнивать. Буду очень рад вашей активности, лайкам, комментариям и подпискам. Также не забывайте переходить на мой основной музыкальный канал, который вы можете найти по ссылке в описании. Ну а с вами был Найтмэр, увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok